МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господин Шилимет, с первых дней войны, которую начал Азербайджан, Армения высказывалась о причастности террористов, которых сбросила Турция. И далеко идущие цели террористов видны не только на границе Арцаха, но и почти всем, в первую очередь, странам-регионам. И сейчас мы видим очень серьезные глобальные процессы, в которых Турция играет ключевую роль. Что может этому следовать? Как вы считаете? Действительно, сегодня ситуация, я бы сказал, очень напряженная. И решение этого конфликта я вижу только с самым сторонам, за круглый стол переговоров, решать этот вопрос мирным путем. И чем быстрее, тем лучше. Потому что каждый день ситуация только становится напряженней, опаснее, гибнут люди. Надо положить срочный конец. В огромной степени я вижу, что Армения приложила недостаточно усилий для регулирования данного вопроса. У меня личное мое мнение, почему армянская страна не признала еще Карабаха? Почему? Да и сегодня, судя по всем со стороны на действия Азербайджана, он сегодня в какой-то степени выступает в роли вассала Анкары. Да, действительно, сегодня Турция является главным подстрекателем разжигания конфликтов в данном регионе. Для этого, конечно, вызывает огромное опасение. То есть, господин Шиме, только после этого Россия признает независимость Арцаха? То есть ждет, пока Армения признает? Думаю, что все мировое сообщество ждет, конечно. Если Армения в состоянии сама решить этот вопрос, то не надо никому туда обращаться. Но мы видим, что Армения не справляется с сложившейся ситуацией. Судя по складывающейся обстановке, она достаточно горячая, напряженная и вызывает, конечно же, опасения. Конечно же, переживаем за расползание боевиков, от которых может пострадать в том числе и Россия. И, конечно же, из-за этих боевиков может заполыхать и весь Кавказ. Конечно же, хотелось бы, чтобы изменила свою позицию и Грузия, которая закрыла воздушное и транспортное сообщение в этом направлении. Господин Шиме, вот сейчас Россия, как считаете, в каком случае признает независимость Арцаха? Я думаю, что господин Пашинян, еще раз говорю, должен с фактажом, с доказательной базой обратиться к нашему президенту с просьбой оказаться в действии о урегулировании данной ситуации. В том числе и по поводу признания независимости? Конечно, и независимости, и по тем боевикам, которые сегодня воюют на стороне Арзебажана, по вашим словам. Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым в качестве российского региона и намерены вместе с Украиной поддерживать крымских татар. Почему Турция делает такое заявление, как считаете? Мне сложно, скажем, комментировать слова президента Эрдогана. Но одно могу сказать, что Турция не является, я уже об этом неоднократно заявлял, надежным союзником для Российской Федерации. А по поводу Крыма, видите вы опасность? Опасности мы в этом не видим. Это его личное мнение, нам неинтересно его заявление. А здесь, когда горячий конфликт, его необходимо остановить. И в этом конфликте я вижу подстрекателем, прежде всего, Турцию. А вот отправка террористов в регион Турции и в текущая политика, о чем говорит, каков текущий посыл этой политики для России? Я вижу опасности для всего международного сообщества. И заигрывание с террористами, это всегда приносит огромную боль, несчастье для всех регионов, куда они заходят. Поэтому, конечно, я осуждаю действия Турции, и конкретно участие в данном конфликте. И заявление Эрдогана о том, что данный вопрос необходимо решать вооруженным путем. Я считаю, что Турция на сегодняшний момент продолжает геноцид в отношении армянского народа, начатый еще вдалеке, в 1915 году. Вы видите, в целом, необходимость конкретных шагов борьбы с терроризмом вот сейчас? Безусловно. Но я, прежде всего, сейчас считаю, что необходимо сесть за стол переговоров. И считаю, что точкой сборки должна быть Москва. Учитывая влияние и авторитет. А почему Россия, как стратегический союзник Армении, с самого начала войны не сделала резких заявлений и не предприняла четких шагов по пресечению террористических актов Турции? Для этого нужен повод. И четкое обращение президента Армении из доказательной базы. На ваш взгляд, господин Шеремер, какие шаги необходимо предпринять, чтобы Азербайджан сохранил гуманитарный режим прекращения огня? Решение данного вопроса связано только с переговорами за округлым столом. Военным путем данный вопрос не решится. Наш премьер-министр заявил, что на данном этапе бессмысленно говорить о дипломатическом решении Нагорно-Горабахского конфликта, так как компромисс неприемлем для Азербайджана. Что можно сделать в такой ситуации, как считаете? Ну, видите, это же заявляет одна сторона и вторая. Хотелось бы, чтобы эти заявления не делали, глядя друг другу в глаза на площадке в России. Потому что заявлений уже очень много сделано. И они порой противоречат друг другу. Но мы видим, что Азербайджан даже режим перекращения огня с их стороны не соблюдается. Совершенно верно. Я думаю, что надо еще раз предпринять одну попытку, чтобы все-таки урегулировать данный вопрос в мирном пути. Лучше плохой мир, чем хорошая. Это мое убеждение.